Об этом сегодня заявил губернатор на селекторном совещании по вопросу подготовки к выборам с полпредом президента в Южном федеральном округе. В Краснодарском крае пройдут 72 избирательные кампании. Голосовать будут как за депутатов Государственной Думы, так и за глав поселений. В регионе организуют почти 3000 участков. Вопрос прозрачности и проведения выборов стал одним из главных на совещании. На выборах должно быть обеспечены реальные конкуренции кандидатов и свободное, не навязанное властями волеизъявление граждан. Необходимо исключить так называемый административный ресурс. Мы третий округ в России и по количеству избирателей у нас зарегистрировано свыше 4 миллионов избирателей. Безусловно, вот такая площадка является лакомой для многих горлопанов, как я их называю, проходимцев. Мы сегодня не должны поддаться на провокации, потому что провокация это самое основное и единственное у них оружие, самый основной инструмент, к которому они прибегают. На Кубани традиционно выборы проходили прозрачно, не было эксцессов, не было никаких инсинуаций с результатами голосования. Поэтому нам и в эту предыборную кампанию бояться нечего. Мы открыты, мы прозрачны и ради бога готовы открыть все двери для того, чтобы убедились в прозрачности и правильности проведения выборной кампании. Краснодарский край вошел в число 8 регионов России, где будет работать мониторинговая группа президентского совета по правам человека. Субтитры создавал DimaTorzok